Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа Агра. У нас идет второй сезон и в прошлой серии я вам рассказал о том, какие у нас планы на сезон, а сейчас, в общем-то, давайте начинать их потиху воплощать в жизнь, что ли, или не знаю, как, в общем-то, сказать. Давайте пробежимся по нашей ферме и посмотрим, что у нас вообще происходит. В прошлой серии мы убрали 13-14 наши новые поля, которые были засеяны канолой и льном. Льна получила 160 косарей, а канолы чуть поменьше, 65 тысяч всего. Но понятно, что поля были не вспаханные, поля были неудобренные, в общем-то, ну, такой вот маленький урожайчик получился. Но, в общем-то, пусть он у нас лежит здесь, никуда не девается. Но также собрали немножко льняной соломки, 736 тысяч получилось. Остальные все предприятия я, друзья, не трогал. Единственное, что продал цемент, он забился полностью, за кадром я его весь продал. А также я засеял наши поля. Сначала я их полностью удобрил все, потом новое поле, разумеется, объединил и вспахал. Поля, которые у нас были, я просто прошелся культиватором, потому что сеялки наши не умеют нынче культивировать. Ну и потом, разумеется, я все это дело засеял. Случился, правда, друзья, небольшой косячок. Когда у меня освободилось 2 сеялки и оставался последний посев 13-го нашего поля, я его решил, чтобы быстрее это было, двумя сеялками жахнуть и забыл поменять культуру. И в итоге у нас тут 2 культуры получилось. В общем-то, некрасиво немножко, но да ладно. Соответственно, что я посеял? 31-е наше большое поле я засеял пшеницей. Соответственно, соберем пшеницу, соберем солому и забудем вообще про то, что нам нужна пшеница, наверное, до конца этого сезона. Ну, мне так кажется. На 5-е поле я посеял свеклу. Надеюсь, нам ее до конца тоже хватит. Хотя, не знаю. Но на 13-е поле я посеял кукурузку, которую мы будем собирать не носилась, а именно просто кукурузу на зерно. Ну и тут немножко свеклы тоже осталось. Не знаю, куда мы ее денем. Может быть, соберем, может быть, затопчем, перепашем. Хрен его знает. Так что, друзья, у нас сегодня задача убрать эти поля. Ну и начать, наверное, посев. Как там будет дальше продолжаться, я, честно говоря, не знаю. А также, друзья, у нас задача купить нефтеперерабатывающий завод, который будет перерабатывать нашу добытую нефть в соляру, в полимеры и мазут еще будет побочный эффект, по-моему. Точнее, не эффект, а продукт. Есть только лишь один небольшой косячок, с которого я, честно говоря, немного угораю. Нам не хватает на него денег и не хватает ровно 3 тысячи рублей. Стоит он 2 500. И я никогда не думал, что, блин, может так получиться, что 3 тысяч нам здесь будет не хватать. Ну, это, в принципе, небольшая проблема. Сейчас что-нибудь продадим из того, что у нас лежит на складе. А, и, кстати, друзья, я еще построил склад готовой продукции. Сюда мы будем сгружать все, что у нас, в общем-то, будет производиться. Я еще не знаю, как оно у нас тут будет все... Загрузка-погрузка реализовываться. Я какими кнопками и что нужно, чтобы забирать отсюда товар. Ну, в общем-то, потом разберемся. В общем-то, все, что на поддонах у нас будет на продажу, мы будем вывозить сюда. Можно будет даже протестировать и привезти сюда брус. Почему бы и нет? Здесь стоят стеллажи. В общем-то, как-то это, в общем-то, работает. Сейчас нет особой надобности в этом складе, поскольку на каждом предприятии свои маленькие склады. Но эти маленькие склады у нас на 200 тысяч литров, а здесь по 4 миллиона вмещает в себя всего. Поэтому, хотя вот, видимо, сюда можно... Да, сюда можно заехать и здесь это все дело как-то загрузить на этих триггерах. Да, а выгрузка, наверное, с обратной стороны проходит. В общем-то, давайте сегодня брус сюда завезем и посмотрим, как это будет работать. Ну и, кстати, расставил я нашу технику всю. Очень аккуратненько, все очень красиво. Ладно, не очень аккуратненько, но, в общем-то, так, чтобы мне удобно было, скажем так. Вот здесь у нас стоит все прицепное в первом ангаре. Те прицепы, которые я сам буду возить. Вот эти 5, которые мы покупали. Далее у нас идет 2 прицепа, которые работают по курсплею и, соответственно, 2 фуражника. Удобрялка и 2 сейлки, которые для подсолнечника, кукурузы и прочей фигни. Далее 2 сейлки, которые все остальное у нас сеют. 2 культиватора, 2 плуга и, соответственно, 2 жатки. Для силосника и для свекольного комбайна. Жатки основные у нас здесь вот лежат. Я пока не придумал, куда их присобачить. Здесь также у нас лежит вот валковая жатка и сеноворошилка. А также 3 ангара. Во первом стоят все трактора. Во втором у нас стоят все комбайны и сенокосилка, как большая техника. В общем-то, тягачи у нас стоят в третьем. Я решил, что так будет удобнее всего. Ну и, в общем-то, друзья, давайте тогда начинать уборку. Я думаю, что мы 31 поле большое будем убирать сразу двумя комбайнами, дабы было быстрее. Открываем наш ангарчик и вот они, 2 Нью-Холланда у нас стоят припаркованные. Трохи грязные, но и хрен с ним. В общем-то, погнали, вывезем их на 31 поле и поставим в работу. Отлично, друзья. Теперь у нас 2 комбайна стоят, работают. Я их поставил в конвое. Соответственно, более чем на 100 метров они друг к другу не приблизятся. Если у нас передний остановится, то задний, соответственно, будет стоять его ждать. Мы пока что закроем этот ангар, чтобы он нам не мешал. А сами пойдем и откроем вот этот. И наша задача сейчас поставить один тягач. Работать с этими двумя комбайнами сразу. Не знаю, как он будет справляться и будет ли он успевать. И, в общем-то, посмотрим. Но наша задача, в общем-то... У нас не хватает немножко грузовиков. Вот в чем проблема. Если разными культурами заниматься. Один я хочу поставить на это поле, второй на свеклу. Прямо отсюда, наверное, запустим, точнее, загрузим ему маршрут. Поле 31 база. База выгрузка. И еще раз поле 31 база. Кстати, они не всегда правильно комбинируются. Поэтому лучше это все дело всегда перепроверять. Со следующей ближайшей точки мы запускаем. И выбираем ему просто комбайн любой. С поля номер 31. Правда, хороший вопрос. Поле 31 это все вот это поле или нет? Может получиться косяк, и тогда нам придется брать еще один грузовик. И по-разному их комбайны эти разгружать, в общем-то, разной техникой. И, видимо, Татра наша выдвинулась разгружать комбайн. Передний у нас заполнился на 100%. Вот он стоит уже загруженный. Ждет своего часа. А тот, который сзади, он держит просто дистанцию. В общем-то, он еще не полностью загружен. Но он его обгонять не поедет. Вот такая вот штука конвой комбайнов. Если кто-то не знает, для чего это и как это работает, то вот, пожалуйста. Плюс мы один тягач поставили к ним работать. Я, честно говоря, не знаю, как он будет воспринимать середину этого поля. Потому что, видите, например, сверху в этом моде гланс. Он будет определяться как 32-е поле. И, возможно, могут получиться потом какие-то косяки в связи с этим. Ну, ладно, посмотрим, как это все будет работать. Эти парни вроде как должны работать. По крайней мере, после того, как они пройдут поворотные полосы, там уже точно косяков никаких не должно быть. Поэтому, друзья, я предлагаю вам заняться самым веселым, что может быть вообще на этом белом свете. А это уборка свеклы. Я дико ненавижу корнеплоды. И я думаю, не один только я. Такого мнения. В общем-то, есть у нас свекольный комбайн. Поэтому, погнали, выставим его в работу. Вообще, друзья, я тут подумал, что до деревьев большое расстояние довольно-таки. Поэтому он должен будет разворачиваться и так. Поэтому без поворотной полосы мы этого чудика ставим работать. Генерируем ему простой маршрутец на нашем пятом поле. Если он там будет иметь проблемы с разворотом, тогда сделаем по кругу. Так что с ближайшей точки, в общем... Ой, не ту кнопочку нажал. Боже, как долго ты это делаешь. Запускаем его в работу. И с ближайшей точки, товарищ, продолжай. Так он нихрена не собирает почему-то. И в чем же дело? Потому что жатка только для... Сама машина уборочная собирает свеклу. А жатка только лук-морковь. Нам нужна новая жатка. Я вас понял. Вот эта жатка будет для свеклы. И 78 тысяч на сои. Да, придется нам что-то продать, чтобы купить гребаный завод. Ну ладно, покупаем жатку тогда. Интересно, на тракторе на каком-нибудь мы ее сможем подцепить или нет? А вот фиг там. Придется ехать на этом комбайне за жаткой. Ну ладно. Хорошо. Поехали. Ладно, друзья, съездили мы и притарабанили новую жатку. Соответственно, новый маршрут мы сгенерируем из другого конца поля. Раз он по-хорошему не хотел. Соответственно, включаем и вручную начинаем. И да, пошла у нас свекла, все работает. Вот это я, конечно, не доглядел. Но бывает. В общем-то, свекла убирается. И нам тогда надо поставить работать грузовик и под него. И это будет красненькая Татра с красненьким прицепчиком. Все, в общем-то, как обычно. Прямо отсюда мы загрузим ему маршрутик. Это будет поле 0.5 база. База выгрузка. Где он? Вот он и обратно поле 0.5 база. Проверяем. Все нормально. Запускаем по маршруту. Единственное, комбайн ему нужно вручную все-таки поставить террадос. Вот этот. Надеюсь, эти товарищи меня сильно тревожить не будут. Но я знаю, насколько хорошо работает вся эта уборка свеклы и прочая хрень. И прекрасно понимаю, что здесь будет трындец. А эти товарищи, кстати, нормально работают. Вот он на 33-м поле. И он все равно его увидел. В общем-то, все нормально. Идут они друг за другом. Ман с ними работает. То есть Татра. И вроде как все нормально пока что. Но первый круг они сделали без особых приключений. И это, в принципе, очень неплохо. А вот за этими товарищами надо проследить. Свекла 62%. Но он его пока не видит. Потому что труба на другой стороне. А вот сейчас он его, кстати, должен увидеть и уже стартануть. Ну что ты, товарищ, стартанешь? Нет. Стартанул. Молодец. Сейчас главное, чтобы он к нему аккуратно, нормально подъехал. Без приключений. Этот, кстати, здесь нормально вроде как развернулся. Я не посмотрел, хватает ли ему места. Что у нас эти с другой стороны по поводу деревьев? Тоже хороший вопрос. Беда. Тут у нас деревья, кстати, есть. И боюсь, они будут мешать. Ладно. Как только будет первый косяк какой-нибудь, спустим его по кругу. Смотрите-ка, первый вроде пошел без приключений. Меня это, конечно, несказанно радует. Но посмотрим, что будет дальше, когда он его не на ходу будет ловить, когда он остановится. Тогда и будет самое веселое. Ладно, друзья. Те вроде чуваки работают. Пришло время и нам немножко потрудиться. Нам нужно 81 тысячу заработать. Для этого надо что-то продать. Можно, в принципе, продать цемент. У нас есть 121 куб цемента. На вторую стройку за 1025 его поблизости можно, в общем-то, продать. Поэтому берем нашу оранжевую вот эту вот хреновину и едем продавать один прицеп цемента. Тысячи не хватает. Твою мать, знаете, где была потрачена эта тысяча? Эта тысяча была потрачена на гребаный штраф. Нам сейчас не хватает денег, чтобы купить гребанный завод. Охренеть. Я вот такого вообще западла, не ожидал вообще ни разу. Так, друзья, что у нас здесь есть дорогое? У нас здесь есть длинная солома, которую можно один прицеп продать прямо здесь же на базе. Загружаем ее и единственное, надо двери опять открыть. Вот я ненавижу. На одной и той же кнопку на геймпаде сделано открытие дверей. Можно было компост эти 29 кубов продать. Ну и, друзья, в принципе, все отлично. Есть у нас 2,5 миллиона даже с небольшим запасом на всякие штрафы и непредвиденные ситуации. Так что сейчас паркуем вот это вот все дело и идем покупать нефтеперегонный завод. Итак, друзья, готовы мы потратить 2,5 миллиона. Наверное, самая дорогая покупка за раз, которая может быть в этой игре. Вносим 2,5 миллиона заплатить и теперь у нас есть нефтеперегонный завод. Сюда мы завозим нефть и получаем дизель, мазут и полимеры. Полимеры нам понадобятся потом на завод Химпром для того, чтобы делать из них мешки. И мазут, наверное, это так, побочный продукт. Я еще, честно говоря, не сильно в этом разобрался. Вот сюда вот мы нефть выливаем. Вот тут вот у нас полимеры на поддончиках будут. Все хорошо, в общем-то. Соляра у нас вот здесь и мазут у нас еще как побочка. Ну давайте, друзья, тогда завезем сюда немного нефти. Я думаю, что на первый раз 100 кубов будет предостаточно. Посмотрим, в какой пропорции это все переработается. Сколько будет у нас соляры с этого дела. Сколько полимеров со 100 кубов нефти. А потом уже, когда она вся переработается, мы сюда ее завезем столько, сколько у нас ее будет на тот момент в наличии. У нас ее, кстати, уже много. У нас она все еще качается, но есть по 330 кубов на каждой вышке. То есть более полутора миллионов. Миллион шестьсот пятьдесят, если я правильно посчитал. Так что давайте мы с одной вышки сейчас 100 кубов перевезем, переработаем на нефтеперегонном заводе. И посмотрим уже, видимо, в следующей серии, сколько из этого получится дизеля, сколько, в общем-то, всего остального. Для этого мы будем использовать наш любимый Америкосик. Соответственно, цепляем бочки и погнали возить нефть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, перевезли мы сюда 100 кубов нефти. И сейчас запустится этот завод через пару минут. В следующей серии посмотрим, какой у него выхлоп будет, сколько у нас будет соляры. Соляра нам, кстати, нужна. Надеюсь, что он более-менее быстро будет работать. В общем-то, поехали поставим эти бочки. И нам надо еще, мы собирались, отвезти немного бруса на склад, посмотреть, как склад работает. А вот, друзья, смотрите-ка, что я увидел случайно. Здесь есть указатель какой-то склада. Ага, склад хранения семян и удобрений. Загрузка 30 метров первый поворот. Выгрузка далее идет. Ладно, давайте на выгрузку, соответственно, тогда заедем и выгрузим брус. В общем-то, это, видимо, вот так вот работает. Вот сюда надо заехать. Да, уж не очень удобно это сделано. Давайте найдем, где здесь брус лежит. По-моему, брус в самом первом у нас был. С той стороны поддоны. Вот у нас брус. Как вы предлагаете сюда его высыпать-то? Мука, батон. Как сюда вы предлагаете заехать, мне интересно. Или их вручную надо будет таскать? Да, еще и с этой камерой, честно говоря, не очень удобно сделано. Ну ладно, посмотрим, что мне, в общем-то, перепало желание возить сюда все добро. Но вообще, по-хорошему, конечно, выгрузка идет за пределами склада. И вручную это все здесь носится. Как бы если уж брать совсем по фэншую. А мы сюда так наглую заехали. И что мы видим? Ресурсы, ну, понятно, пока на входе. Сейчас давайте время мотнем на чуть-чуть. Да, поддоны с брусом 2 литра. 2000 литров. И, видимо, мы сюда подгоняем ман. Правда, я не знаю, каким образом. Потому что кажется, что он должен спауниться именно вот здесь. Но нет. Здесь, видимо, будет посередине что-нибудь другое. Соответственно, за брусом, скорее всего, даже придется сюда заезжать. Это можно сделать и вот здесь. По-хорошему. Если что. Ну, я думаю, они раз в минуту будут здесь спауниться, если что. Когда мы приедем его забирать. В общем-то, все понятно. Склад рабочий вообще имеет право на свое существование. Так что все нормально. Поехали, поставим это дело обратно. И будем дальше заниматься полями. На нашем поле пшеницы пацаны сделали уже два полных круга. Выходит на третий круг. Поэтому я думаю, что можно ставить сбор соломы. Для этого возьмем два самых быстрых трактора, которые у нас есть. Это немец 60 километров гоняет, 63 и, соответственно, джесси бишка. И, соответственно, возьмем фуражные прицепы и поставим их тоже в работу. Для этого загрузим им маршрут наших комбайнов. Я его, кстати, сохранил. Потому что надо было игру перезапустить. Это у нас уборка 13,2 метра x2. В общем, вот такое вот название я ему придумал. Незамысловатое. В общем-то, загружаем его. Потом, соответственно, добавляем маршрут поле 31 база. Он едет на базу. И, соответственно, чтобы на базе он выгрузился, нам нужно база выгрузка добавить. И, чтобы он вернулся обратно. Поле 31 база. Еще раз. И вот так вот он выглядит. Очень плохо он выглядит, на самом деле. Что-то в последнее время начали багаться эти комбинации. Еще раз. Поле 31 уборка. Поле 31 база. База выгрузка. Во. Это уже на правду похоже. И, соответственно, еще раз поле 31 база. Вот так вот. Все замечательно. Соответственно, этого товарища поставим работать по левой стороне. Вот это дело мы выключаем. И поехали с ближайшей точки его поставим на кругу где-нибудь. Например, вот отсюда. Он должен словить. Да, неподходящий тип инструмента. Давай, иди работай, пожалуйста. Словил. Далее берем еще один трактор. Вообще, в принципе, любой. Вот это тоже, по-моему, 60. Да, 63 гоняет. Так что, Федька, ставим тебя тоже в работу по той же самой системе. Только лишь справа ты будешь работать. Ну что, вроде как все в работе. Вроде как ни у кого особо нет проблем. Кстати, поле, которое со свеклы убирается, он еще вообще ни разу нас не тревожил. Что удивительно. Они почему-то работают. Вот эти пацаны пару раз там сталкивались. Ну, оно и понятно. Сейчас мы еще две единицы техники сюда запендюрили. Поэтому сейчас вероятность того, что они будут сталкиваться, становится еще больше. Но, вроде как они в согласии, взаимопонимании, вроде как-то работают. Надеюсь, что так и будет продолжаться. Эти пацаны, ну, не так быстро, конечно, но работают. У них что-то получается. И да, пока что вроде все нормально. Ну что ж, друзья, прошло уже довольно-таки много времени. И наши комбайны такие, наконец-то, завершили уборку нашего поля большого. Много времени действительно прошло. Благо, они меня не тревожили. Вот этот товарищ что-то крутится. Непонятно, что он хочет. Давайте его вручную остановим. Кстати, видимо, из-за вот этого конвоя комбайнов. Хотя вот он вроде вразумился. Тут еще есть такой момент, что они как-то выбирают маршрут по неубранной. И как они понимают, где убрано, где нет, я тоже без понятия. Но, в общем-то, он убрал, и он молодец. Поэтому давайте вызовем транспорт. Выставим трубу. Подождем, пока нас разгрузят. Вот этого товарища тоже надо остановить, потому что он тоже сейчас начнет ерепениться. Соответственно, ему также вызываем транспорт. Выставляем трубу. Можно его выключить. Солома, кстати, тоже почти убрана. Ну, не почти. Тут еще не так мало. Но очень большую часть они уже убрали. Два трактора по 90 тысяч два прицепа. Это реально мощно. Свекла у нас убирается очень медленно. Видите, еще полполя они не убрали. Так что это надолго. Ну что, ждем, пока приедет MAN и разгрузит эти два комбайна. Я, кстати, тем временем, не знаю зачем, но привез на склад весь брус, который у нас был. Получается 206 кубов. Поддоны, которые были на складе, 190 кубов. Ну, там еще два поддона осталось. Я их решил не трогать. Мне за ними было впадло ехать. И бетонные блоки тоже. Все, что остались, все привез сюда. Я, честно говоря, особо даже не знаю, зачем я это сделал. Но вот мне что-то захотелось. А вот оно что, ребята, смотрите. Можно, наверное, как-то эту хрень точно поднять рампу. Или опустить. Ее, наверное, наоборот, надо опустить сильно. Вот оно что, Михалыч. Я что-то как-то не обращал внимания. Не, это максимум. Ее надо как-то закрыть. Ворота можно. Но это ладно. Ворота закрывать нам не надо. Давайте попробуем поднять на максимум. Посмотрим, может она все-таки выйдет. Чтобы мы могли подъехать. Не, ну это не так должно работать. Хотя, хотя вообще на самом деле это так должно, конечно, работать. Рампа поднимается. Сюда грузовой с кузовом подъезжает. И на тележках это легко будет завозить. Но в нашем случае все должно работать немного не так. Нам бы самим сюда как-то заехать. Мы, в принципе, можем это сделать с другой стороны. Но ладно. Хорошо, пусть она остается в таком виде. В общем-то сюда мы это все дело привезли. Так, этого товарища у нас разгрузили. Поэтому мы его можем складывать. И отсюда его возить. Как только мы отъедем, он поедет ко второму комбайну, скорее всего. Потому что он все еще ждет своего счастливого часа. Поехали отвезем эту жатку. И возьмем жатку для подсолнечника. Потому что нам нужно убирать еще. Точнее не подсолнечника, а кукурузу. Но в общем-то это одна и та же жатка. Потому что у нас есть еще одно поле, которое нам нужно убрать. Итого, друзья, у нас собралось с этого поля 623 тысячи литров пшеницы. Ну, правда, вот еще в кузове есть немножко. Соответственно, друзья, что мы делаем дальше? Мы прерываем маршрут вот этому засранцу. И загружаем маршрут на 13 поле по такой же самой схеме. И он будет прекрасно работать. Единственное, что сейчас мы ему ставим комбайн с поля номер 13. На этом самом 13 поле у нас есть два комбайна. Я сюда пригнал. Там немножко свеклы растет. Но, друзья, скорее всего я забью на нее большого и толстого. Потому что еще здесь свеклу убирать, честно говоря, вообще ни разу не хочется. В общем-то, генерируем маршрут мы на уборку. 12,2 метра у нас жатка. Ставим поле номер 13 в собственности. Расположение без поворотной полосы мы пойдем. Возврат на старт пускай будет да. И поставим совместную работу орудий также два. Соответственно, первого мы запускаем по левой стороне. Только еще мы маршрут сохраним тоже. Поле 13 уборка 12,2 метра x2. Вот такое вот коварное название я для него придумал. Соответственно, распаковываем все вот это вот дело. Включаем комбайн и понеслась. Давайте с ближайшей точки он у нас поехал работать. И вроде как у него все должно быть неплохо. Второго комбайна мы след за ним сейчас запускаем. Разворачиваем вот это все дело. Загружаем ему маршрут, который мы только что сохранили. Поле 13 уборка бла-бла-бла. Я не понимаю, почему здесь три транспорта в конвои показывается. Ну ладно. Ставим ему работать справа. В принципе, оно автоматически выставилось. И, соответственно, давайте его тоже запустим. Вот этот товарищ, соответственно, сюда уже приехал. И выезжает он уже к первому комбайну. Что, вроде все неплохо. Вроде работает. А мы, друзья, возвращаемся обратно на 31 поле. Его нужно готовить к посеву. Для этого его нужно удобрить и прокультивировать. Давайте посмотрим, сколько у нас тут соломы осталось. Вывести соломы тут осталось. Прям вот реально понты. Поэтому можно ставить два трактора сюда, работать дальше. Для этого, друзья, нам надо взять два трактора. Первый для удобрялки у нас специально вот этот вот с узкими шинами. Мы его специально для этого брали. Соответственно, цепляем к нему удобрялку и выставляем на поле. И вот, друзья, прямо отсюда мы его и запускаем. У нас есть маршрутик. Поле 31 удобрение. 40 метров. Соответственно, со стартовой точки можно этого товарища запустить. И он будет без проблем работать и удобрять. Если за ним прямо сходу можно запустить культиватор. Для этого любой трактор можно брать. Поэтому вот первый, который стоял. Красненький. У нас с культиватором все трактора абсолютно справятся. Поэтому поедет именно он. Вообще, друзья, с учетом того, что у нас есть еще один свободный культиватор, который, скорее всего, не скоро нам понадобится. Потому что до его использования надо еще убрать, по сути дела, два поля. Поэтому мы можем поставить работать сразу два культиватора. Для этого надо будет сгенерировать еще один маршрут. И одну поворотную полосу, пожалуй, мы все-таки оставим. Ставим совместную работу орудий 2. Генерируем. Так, столько надо в другую сторону. Генерируем еще раз. И, пожалуй, мы его тоже сохраним. Поле 31, посев 12 метров x2. Я на культивацию на посев решил маршрута назвать посев. Поэтому, в общем-то, просто я так решил. Давай, друг, значит, ты работаешь у нас справа со стартовой точки. Погнал. Только да, надо тебе другой маршрут поставить. А также возьмем другой трактор. Давайте, я не знаю, пускай, Дойцфахр, фар. Я не знаю, как правильно он читается. В общем-то, вот этого зеленого зверя поставим дальше работать. Этого товарища мы, соответственно, ставим на стартовую точку. Ставим ему разные полевые работы. Загружаем маршрут поля 31, посев 12 метров x2. Ставим ему, соответственно, работать слева. И со стартовой точки запускаем. И вроде как у него все должно получиться. И, друзья, у нас на часах 18.14 по игровому времени у нас закончилась культивация. Ну, почти закончилась. Тут одна полоска осталась пройтись нашему трактору, который зелененький культивирует. Один уже закончил. Я уже пригнал сейлку. Соответственно, что мы имеем на данный момент? Вот это поле мы сейчас ставим на посев двумя сейлками. Сеять сюда будем лаванду. Вот этими вот двумя сейлками, которые синенькие. Соответственно, сначала ставим еще раз удобриться все это дело. Поле 31, удобрение 40 метров. Давай, дружище, со стартовой точки. Я надеюсь, ты найдешь. И теоретически тебе должно хватить удобрений. Тютелька в тютельку. Вот этого товарища с семенами, которые сеять собирается у нас. Сейчас загружаем ему маршрут на посев для двух сейлок. Вот этот будет посев 12 метров x2. Соответственно, добавляем ему маршрут на семена. Соответственно, семена заправка и вернуться обратно на поле. И что-то они как-то хреново комбинируются в последнее время. Прям аж мне не радует это дело. Давай еще раз. Уборка. Нет, не уборка. Посев. Вот этот маршрут. Потом семена в конец. Потом семена заправка. Ну, все правильно же вроде делаешь. Давай еще раз поле 31 семена. Во. Сейчас вот все правильно. Соответственно, он у нас будет работать справа. Так что давай, дружище, со стартовой точки езжай. Или он сразу понял, что в нем нет семян и поехал заправляться. Видимо, так оно и случилось. Ну ладно. Бох он у судья. Соответственно, вот этого товарища мы сейчас снимаем с маршрута. Едем, ставим культиватор обратно. Его даже с маршрута снимать не будем. Мы просто добавим его. В общем-то, меняем культиватор на сейлку и ставим работать в пару к этому товарищу. На самом деле, есть одна проблема. В 8 часов сельхозхимия закроется. И будет невозможно пополнить семена. Поэтому вот это поле, например, у нас будет незасеянное до следующей серии. Пускай убирается. Они не особо сильно торопятся. Ну и ладно. Зато у нас будет свекла. А вот это поле, оно убрано примерно наполовину. Мы сюда запустим один культиватор и одну сейлку. Будем здесь сеять подсолнечник. Сколько они успеют сделать, столько успеют. Пустим их догонять. Удобрить я уже потом удобрю. На следующей стадии роста. Потому что что они затягивают с этой уборкой. Так, как и собирались. Вот этого товарища снимаем с маршрута. Блин, его можно было не сбрасывать. Ну ладно. В общем-то, везем на базу и цепляем к нему сейлку. Соответственно, копируем ему просто маршрут от нашего мессы Фергюсона. Который, в общем-то, вот этот накомбинированный. Ставим его работать слева. Опять тут какой-то хрень появилась с этим самым. Точку неправильно выбирает стартовую. Почему? Хрен его знает. Ладно, тогда сбросим и сами накомбинируем сейчас. Почему бы и нет? Соответственно, поле 31 посев. А он тут ее и определяет. А то он у трактора так не определил. Странно, ладно. Тогда ничего не буду мучиться с этим комбинированием. Копируем маршрут. Нормально скопировался. Ставим ему работать по левой стороне. И со стартовой точки этого товарища тоже запускаем. А мы же, как и собирались, ставим 13-е поле культивировать и сеять. Хрен с ним уже с удобрением, как я говорил. Поставим самые мощные трактора. Нью-Холланд и Вальтру. В общем-то, друзья, что мы имеем на данный момент? Полтора часа у нас до закрытия сельхозхимии. Соответственно, на тринадцатом поле у нас трудятся два комбайна. Сейчас у них будут пустые полосы, там где свекла пойдет. Они ничего там собирать не будут, не будут наполняться. Соответственно, не будут останавливаться. Значит, быстро пройдут этот кусочек. И я надеюсь. Вот второй комбайн идет следом. Соответственно, полчаса им осталось работать. Но это если без остановок. Пятое поле у нас тоже продолжает убираться. Тут еще, ну, не то чтобы прям много, но еще остался приличный кусок. В общем-то, это поле мы не будем засеивать в следующей серии. Тут еще полтора часа уборки впереди. Поэтому пускай убираются. И потом уже как-нибудь засеем что-нибудь на этом поле. Соответственно, культиватор, который едет на тринадцатом поле, закончит через полтора часа свою работу. Сеялка обещает работать два часа, но она не успеет. Соответственно, ну, пол поля у нас будет засеяно где-то. Вторую сеялку сейчас ставить не вариант. Я понимаю, что можно, но я, в общем-то, не буду. Пускай так. Ну и, соответственно, наше большое поле, оно уже почти удобрено полностью второй раз. И через пятьдесят минут обещает закончить работу трактор, который садит все это дело. Только впереди почему-то красненький крутится. И у меня логичный вопрос. Зачем ты это делаешь, друг? Что с тобой не так? Это, конечно, не очень хорошо то, что они встретились. Так, в общем-то, друзья, давайте-ка это самое. С ближайшей точки просто вот отсюда вот идите и работайте. Я сказал нет, я сказал сюда. Будут они мне тут крутиться и нервы трепать. Ты-то хоть справишься сам? Зачем он едет еще раз по кругу, мне интересно. Вот они столкнулись и что-то непонятное сейчас делают. Один закрутился. Ну ладно, такое иногда случается. Все нормально, он вырулил. В общем-то, надеюсь, что они без приключений закончат свой посев. И это поле у нас будет полностью засеяно. К тому моменту, как у нас закроется гребаная сельхозхимия. Ну, теоретически, вот он обещает, что будет работать еще час, час десять. Этого времени должно хватить до закрытия. А если он еще прямо перед закрытием пополнится, то будет вообще шикарно. Если он будет не успевать. Ну ладно. В общем-то, работа идет полным ходом. Осталось час двадцать. Все остальное уже завершится, друзья, за кадром. Единственное, давайте посмотрим, как у нас тут с нефтью дела обстоят. Соответственно, нефть, мы сюда сто кубов завезли, сорок уже переработалась. В общем-то, нефть перерабатывается довольно быстро. Из сорока кубов нефти получилось девятнадцать кубов соляр. Ну, в общем-то, половина нефти есть соляра. Это замечательно. Плюс немножко мазута. И давайте еще найдем, что там с полимерами. На складе две тысячи и еще один поддончик. А, раз, два, три, восемь. Все, отлично, я понял. Половина нефти переходит в соляру, четверть в мазут и четверть в полимеры. Замечательно. Потому что вот у нас есть три поддона по две тысячи. Вот еще один и еще один на складе показывает. Все хорошо. Соляра это замечательно. Ну и полимеры нам, конечно же, тоже понадобятся для мешков. В общем-то, друзья, следующей нашей покупкой будет завод Химпром. Вот он здесь находится. Соответственно, сто двенадцать тысяч он будет стоить. Его нужно будет построить. У нас есть все материалы для строительства. Поэтому в следующей серии мы, наверное, попродаем силос. Потому что у нас его дохренище. Ну, соответственно, будет уборка урожая. Ну и займемся строительством завода. Поэтому, друзья, чтобы это все дело не пропустить, подписывайтесь на канал. Ставьте лосики, чтобы серия вышла побыстрее. Вам не сложно. Мне приятно. Пишите свои комментарии по поводу всего того, что вы думаете об этом прохождении. Подписывайтесь на лайв-канал, на котором у нас идут стримы. Подключайтесь к нашему каналу в Дискорде. Общайтесь с нами. Играйте с нами. Всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!